Кстати, я с некоторой радостью готов сообщить, что нас на данный момент зарегистрировалось уже 71 человек. Это практически то, на что мы и рассчитывали. По сравнению со скромными 30-ю в начале, это радует. Продолжаем обсуждение. Я надеюсь, что произошел определенный объем мнениями, выработали позиции. Давайте продолжать высказываться на тему о нашей социальной коалиции, или, как тут некоторые говорят, целесообразно говорить, движения. Давайте, в том числе, этот вопрос обсудим очень кратко, каждые полуминутки. Да, Евгений Александрович, я с вами еще наберу. Ну, я вот как раз хотел на эту тему декорироваться, потому что коалиция звучит хорошо. Но обычно в клинике, в смысле, коалиция, это менее каких-то организаций, сил, а мы хотим, как бы, влечь бесспортивно. С другой стороны, движение более понятно, но как-то несколько амурфно, не так бывающе для нас сегодня. Поэтому я готов, и мы обсуждали перерыв, социально-профессионную коалицию, но так, чтобы в структурах, в Координационном совете не были только представители политических организаций, чтобы это было широкое, ну, в перспективе хотя бы широкое массовое движение. Потенциал для этого нужно создать и в организационных. Спасибо. Спасибо. Ну, я, как говорится, не умоюсь чуть больше, кроме голодовки. Соответственно, я поддерживаю создание такой организации из физических лиц, да, состоящих в движении. Но хотел бы сказать, что у нас должны быть какие-то ограничения, да. То есть, понятно, что в ней не должно быть фашистов, в ней не должно быть либералов, не поддерживающих социальное государство, такие есть. И в ней не должно быть сталинистов. Вот, я, как сказал, демократ, для меня сталинисты, что фашисты, что Сталины, что Гитлер, одно и то же. Вот. Поэтому я считаю, что прежде чем создавать вот это широкое движение из физических лиц, мы должны назначить рамки того, кто туда может входить. То есть, не могут входить фашисты, либерторианцы, которые против социального государства, и сталинисты. Спасибо. Если такого рамочного не будет, да, то я лично вопросу ставлю. То есть, конечно, и социал-демократ, и яблоко в частности. Спасибо. Мы еще хочем. Да. Мы пообсуждали и решили, что вообще нужно сначала определиться просто с целями дальше, да, существования этой коалиции и четко их прописать. Какая стратегическая работа этого должна будет вестись. То есть, ну, сейчас, прямо с самого начала, как только мы проголосуем, мы должны знать, что мы будем делать завтра, что мы будем делать через месяц и так далее. То есть, прежде всего, наверное, нужно стоит наглаловать работу, видимо, с какими-то профсоюзами организациями. То есть, если активист, проявляющийся членом коалиции, он должен выяснить на своем рабочем месте, какие есть профсоюзы. То есть, если он знает, что есть боевой профсоюз или, ну, в общем, какой-то профсоюз, даже, ну, даже тот, который мы считаем там, ну, желтым, да, то есть, FNPR или CSPRO. Ну, пожалуйста, все равно наладить взаимодействие, приступить к нему и через это взаимодействие, в том числе, влиять на какие-то решения или влиять на умы людей и так далее. То есть, или проводить, например, в форме агитации, форма агитации разная, можно выбраться, например, в виде опросов каких-то, общественных мнений и так далее, да, и иметь, в то же время, обратную связь. Второе, это мне очень понравилось предложение товарища из профсоюза действия, это про то, что проводить в форме семинаров или тренингов, или, в таком случае, по, например, защите своих прав. То есть, да, это другая форма существования нашего движения, и мы должны проводить, и я знаю многих людей, которые готовы прийти и слушать такие лекции, возможно, если они будут на регулярном основе, например, там, раз в месяц или еще, заранее подумывать, какие есть лекторы, да, по защите трудовых прав, защите обычных, ну, не знаю, прав при задержании, прав, ну, в общем, в широком смысле. То есть, это, мне кажется, важно и для школы активистов, и в то же время важно и для сторонних людей, которые будут приходить и слушать эти лекции, и включаться в эту работу. Ну, вот. Что-то еще, по-моему, забыли, да? Ну, то есть, вот эти два, две вещи, как минимум, то, что нужно прописать, ну, и, естественно, наладить работу, наверное, того, что мы должны четко сказать, что там через две недели собираемся в районных группах, обсуждаем, как туда, и еще две недели штаб уже просто собирается и подводит итог. Ну, в общем, начать. Я думаю, что, кстати, да, да, спасибо. Я думаю, что, кстати, задаваясь вопросом о том, что делать, вы сами на него и отвечаете. Более того, мы, в общем-то, как бы, у нас был достаточно развернутый доклад, который делал Мария Бусева, которая шла, и которая, как раз, обозначала те моменты, направления, элементы, да, которыми должна будет заниматься эта коалиция. Так, вот рука у Максима была. Да. Меня зовут Максим Левский, я хотел бы высказать пару соображений. На конференции было высказано много правильных мыслей, не хотелось бы повторяться, но хотел бы сконцентрироваться на нескольких вещах. Во-первых, мы должны быть реалистами и понимать, что мы сегодня или завтра не выведем миллионы людей. Как показали протесты против монетизации льгот, люди стали уходить на улицы в январе. Когда эта реформа уже ударила по семейному бюджету и по карману людей. Здесь мы имеем, скажем так, реформу, которая растянута во время. То есть, власти решили бить не по всем сразу, а, скажем так, постепенно. И мы с этим должны считаться. Второе. Мы должны четко выстроить определенные стратегические задачи этой коалиции и тактические. То есть, на стратегическом уровне это, конечно, отмена пенсионной реформы. Но мы должны поставить четкие тактические цели, которые достижим. Многих активистов и неполитизированных людей отталкивает, прежде всего, отсутствие каких-то результатов. То есть, мы выходили на митинги, мы боролись, но ничего не добились. Мы должны поставить четкие тактические задачи, на которые будет работать актив. Вот, к примеру, в августе, в конце августа президент объявил о каких-то уступках, о понижении заявленного пенсионного возраста для женщин и так далее. То есть, многие справедливо говорят, что эта подачка, она запланирована была. Но у меня сомнения, была ли эта подачка без протестов. То есть, даже такие минимальные тактические уступки мы должны именно в пропагандистском ключе представлять как наши победы. И следующее, заключительное. Мы должны, скажем так, один из, еще один тактических успехов компании заключается в вовлечении в нее ранее неполитизированных людей, которые не интересовались политикой, не ходили никуда. И тут они увидели, что, скажем так, полиция может избивать дубинками. То есть, с этими людьми нужно работать не только в форме какой-то уличной активности, но и в форме проведения семинаров, лекций. То есть, должна работать школа активистов, в рамках которой людей бы учили вести агитацию, пропаганду и так далее. То есть, это три ключевые задачи, на которых мы должны сконцентрироваться. Спасибо. Дмитрий Гусев, общественный проект «Делайте правильно» и сказал о движении «Свободная ингредиция». Про ярлыки. Когда-то я говорил людям о том, что необходимо сохранять русскую народную культуру, потому что она государствообразующая. И меня назвали нациком, националистом и фашиком. Когда я говорил о том, что в каждом регионе люди должны сами определять механизмы принятия решений, власть, распоряжаться бюджетом, меня называли сепаратистом. Когда я говорил о том, что у каждого человека есть право распоряжаться своей жизнью, своей головой, своей жопой, меня сразу определили в класс ЛГБТ. Когда я говорил о том, что у людей есть право быть недовольными, когда они видят массовые ЛГБТ-акции, меня, соответственно, снова причисляли к классу фашистов, нациков и так далее. О чем речь? Если вы хотите собрать широкую коалицию, то, во-первых, не надо вешать на людей ярлыки, все люди разные. Во-вторых, нужно привлекать самых разных людей и через дискуссию, через аргументацию и через спокойное положительное отношение к праву этих людей на свое мнение, менять мнение этих людей. Это все, что я хотел сказать. Я хотел бы присоединиться к выступающему. Согласен абсолютно со всем. Мы можем быть совершенно разных взглядов, от крайней правого до крайней левого. Мы должны объединиться вокруг конкретного экономического интереса. То есть у нас есть какой-то экономический интерес. Он нас сейчас объединил в том, что мы боремся против пенсионной реформы и прочих социальных потерь. То есть в последующем мы, возможно, сформируем партию, может быть, я не знаю, там далекие мечты. Но вокруг нашего объединения могут сформироваться и профсоюзы, и какой-то другой, может быть, вид общественных объединений. То есть это как-то взаимное движение будет и вниз, и снизу вверх. То есть, возможно, вокруг вот этой коалиции. И люди будут как бы фильтроваться в ней. То есть разные мнения должны быть представлены, и коалиция должна, я считаю, как бы зародиться. Спасибо. Еще? Да, пожалуйста. Извините, что после болезни, может, у нас голос крипный будет. Но у меня такой сугубо технический вопрос, наверное, даже к организаторам. В каком виде эта коалиция будет существовать? Где эта площадка, где будет происходить общение? Если это демократическая коалиция, в каком виде будет голосование, принятие решений? То есть это как бы, на мой взгляд, нужно раскрыть форму для людей, в каком виде они будут в этом участвовать. Потому что просто поднять руки назад – это одно. Поднимать, куда ты пойдешь, что ты будешь обсуждать, какие у тебя будут права, что ты будешь в этой организации делать. Это такой вопрос. Я не знаю, какая это площадка будет конкретно, что люди будут делать, в каком виде и где. Спасибо. На самом деле, мы, по-моему, сегодня уже не первый час обсуждаем, что мы будем делать, в каком формате. Но я, тем не менее, уточню, раз этот вопрос возникает снова и снова. На сегодняшний день движение «Петербург против пенсионной реформы» существовало в режиме штаба, в котором были представлены конкретные организации – профсоюзные и политические. Мы сочли для себя правильным, чтобы при переходе от борьбы против цели пенсионной реформы к более широкому спектру проблем, к более широкому спектру антисоциальных инициатив, по крайней мере, добавить к числу представителей партии и профсоюзов, которые работают в этом штабе, добавить тех желающих активистов из района. Вот об этом, собственно говоря, идет вещь. Естественно, с теми же самыми правами. У нас права у всех по одному принципу строятся. Один человек, а не груз. Я думаю, что никакого другого формата, более демократичного, здесь придумать невозможно. В этом смысле вопрос, который сейчас перед нами стоит, мы можем все оставить как есть. Здесь присутствуют члены штаба «Петербург против пенсионной реформы». Они, я убежден в этом, это бремя, этот груз все равно продолжат на себе тянуть. И, значит, они могут продолжать, условно говоря, быть руководящей и направляющей силой в этом процессе. Но нам бы хотелось, чтобы к числу представителей партии и профсоюзов, которые заседают в этом штабе, присоединились и активисты. Вот, активисты из района. Вот о чем идет речь. Мне кажется, этот формат понятен. Если требуется еще раз его как-то расшифровать, давайте еще раз об этом поговорим, да, пожалуйста. Я хочу только дополнить о вашей речи, если я правильно поняла. Структурирование у нас состоит именно по районам, да? В этом заключается? Вот правильно, есть всего-то? У нас смешанное структурирование, да, это объективная реальность. Это самое главное, по-моему, подряд на все вот эти постановые вопросы. У нас смешанное... У района решается, выносится какие-нибудь, ну, решается вопросы, выносится какое-то решение, потому что штаб задаст, положено. Или если к штабу выйдут эти вопросы, штаб ставит, всегда обсуждает вопросы, Наталья Ширакова его обсуждает, если другие районы, те же вопросы. То есть, правильно? Да, мне кажется, такой формат очень-очень справедливый. Да, пожалуйста. Мне видится формат, объективно можно быть таким. То есть, у нас есть сегодня штаб, да, то есть, есть там представители организации. Вопрос о добавлении активистов, это логично, да, то есть, он, мне кажется, логично будет происходить, если мы там запланируем, так сказать, районные встречи, да, то есть, там, ближайший период. И на этих районных встречах, то есть, соответственно, будут выдвинуты, там, активисты и так далее, да, то есть, чтобы были именно, ну, то есть, сегодня кто-то, может быть, не пришел, да, то есть, ну, по определённой причине. Но при этом он там выполняет какую-то важную работу, да, то есть, он, ну, как бы является там организующим взрывом, да, то есть, вот, не будучи ни в какой организации. Вот, и мне кажется, что это будет как раз и процесс довольно демократичный, потому что и собираются сами вот те активисты на районах, да, то есть, они знают, да, кто больше уложился, да, то есть, кто меньше, да, кто готов, кто не готов. Ну, вот. А с другой стороны, это будет как раз-таки и стимул к тому, что мы всё-таки вот этот процесс районирования, да, то есть, как бы продвигаем, да, то есть, что это будет как раз мотив к тому, чтобы собраться, действительно, и обсудить местную работу, да, то есть, и выдвинуть себя по своему представителю. Антон, попробуй вас. Да, слушайте, товарищ, я хотел, что вы видите, стоит ли вы двигаете вперёд, сейчас вам. Вы двигаете идея, да, передвинуть, получается, голосование о создании коалиции на какое-то более там отдалённое время, чтобы мы обсудили этот проект. На самом деле, мне кажется, это не совсем правильная идея, да, сейчас мы должны как минимум принять решение, мы собрали сейчас самых активных людей, да, как бы над этим мы какое-то время поработали, да, и, в общем, большая часть людей, которые активны, хотят каким-то образом участвовать в дальнейшей деятельности, они здесь. Нет никакой проблемы в том, чтобы потом нам в эти органы, да, управляющие, да, набрать каких-то людей, если кто-то изъявит желание. Мы, конечно, можем, нам нужно это сделать, провести собрание в районах. В этих собраниях, да, люди обсудят, мы там приняли такое решение, да, и планируем заниматься кем-то, тем-то. Люди в районах могут предложить нам какие-то свои предложения, там, да, и так далее. И этот процесс пойдёт дальше, да, но, мне кажется, отказываться от идеи сейчас, прямо сейчас принять решение о том, чтобы уже сформировать эту коалицию и дальше, как бы, приступить, к её деятельности, да, мне кажется, это было бы ошибочно, и просто, да, получается, мы бы здесь собрались, зачем поговорить, мы собрались для того, чтобы декларируют, да, своё желание объединиться и создать коалицию, да. Она уже в какой-то форме работает. Мы хотим к этой форме добавить активность и возможность влиять на принятие решений обычных активистов в районах, да. Поэтому многих, как бы, вызывало вопросы, и у нас, в том числе, у самих, как бы, нам было непонятно, как этот вопрос решить. То есть, огромное количество людей к нам присоединились, да, в какой-то форме, но, получается, что до этого момента они никак не могли толком поучаствовать, принять, как бы, принять участие в принятии решений. Мы, как бы, хотим, чтобы это стало возможным, да, и поэтому мы просто уже существующим представителям штаба хотим довыбрать ещё представителей, да, от наших районных активистов, не привязки их к каким-то районным организациям. Вот я себя так вижу. Мне кажется, отладывать это не стоит. Вы поймите, что если много народу будет в нашем движении, и трудно одному штабу совсем разговаривать одновременно, да, хотя мы собираться будем... Я думаю, этот вопрос очень скоро уже решится. Вряд ли у нас будет просто 150 человек, который... Даже если у нас запишутся все, там, в Совет, Коалиции, в этом не будет ничего плохого, да, Иван? Мне кажется, что, действительно, вот, очень хорошая была идея о том, что именно представители районных организаций, ну, единственное, что должны присутствовать обязательно, единственное, что я бы ввел мораторий, ну, если у нас всё равно есть представители партии, ну, так и так, партийцы, да, может быть, нам от районных организаций не должно быть как раз, ну, партийных активистов, ну, может, надо ввести мораторий на то, чтобы... Ну, конечно, партийные активисты будут работать в районных организациях, в районных рештабах, но они не должны быть представителями, потому что, к сожалению, иначе у нас получится, сами понимаете, что, как бы, ну, типа... Да, то есть нам, может быть, действительно нужно ввести такую систему, что, как бы, сейчас тоже люди вступят, мы учредим, конечно, сейчас комитет, да, чтобы от районов, но не политически именно активисты, то есть, ну, как бы, а потом именно районы будут их, ну, выдвигать, и другой человек может присутствовать, ну, как бы, от района. Вот то, что предполагалось. Мне кажется, что нам сейчас главное – это именно поднимать, продолжать районные вот эти вот организации, чтобы люди, ну, активисты, не замыкались на городском уровне, не замыкались просто на уровне штаба, а каким-то образом, всё-таки, вот, в районе, вот это что-то происходило. Да, я думаю, что мы уже к этому-то итогу подходим, но, очевидно, да, я думаю, надо получше ждать сегодня. Эти вопросы, которые поднимались в цели задачи, рекламенты – это всё решаемые вещи, давайте утвердим полномочия Крымского Совета, и, по-русски, мы будем готовить декларацию, там, какую-то, которая определяет наши задачи, заодно и, может, какие-то рамки даже. Но не будем, действительно, превращать меня в спортивное, какое-то собрание городское, вот, наше движение. Я очень поддерживаю, чтобы от районов были именно эти спортивные, я об этом говорил, и возможность их кооптирования должна быть решением сегодняшнего предусловия. Мне кажется, что, с одной стороны, основным вопросом особых разногласий нет. Я думаю, что можно выдвинуть на голосование предложение, вычередить здесь коалицию, и я надеюсь, что большинство за это проголосует. Вопрос, как я принимаю выглавающую дискуссию, это о том, каким образом координационный орган этой коалиции меняется относительно того состояния, в каком он находится сейчас. Опять же, общая идея, вроде как, большинство разделяет, что, так сказать, оставить тот, кто идет сейчас, и добавить людей по районам. Значит, для того, чтобы этот процесс шел, так сказать, открыто и прозрачно, я бы предложил вот какую схему работы. Во-первых, есть нынешний состав, в котором представлена организация. Есть просьба, просто эти организации, соответствующих людей, зачитать. Вроде же, как бы мы знаем, кто эти люди. Дальше, к ним добавят людей. Вот здесь, мне кажется, идея следующая. Вот у нас есть районы. Сколько у нас районов всего в городе? 18. Впрочем, 18? Да. Вот, 18. Насколько я помню, у нас в штабе человек 20 у нас в этой организации, там, арус минус 1. То есть, как раз это будет, мы предлагаем примерно такую схему. Если кто-то готов сейчас от района выдвинуться, то выдвинуть также и их. И проголосовать, ну вот, примерно тот состав организации, какой есть, плюс кем-то будет готовы сейчас. Далее, принять решение о том, что дается право кооптировать в штаб людей из района с пределом, естественно, мне кажется, количественный предел. Один человек в трое, значит, всего-то, так сказать, вот больше невероятно. И в качестве, по крайней мере, переходной схемы вот это пусть бы и функционировало. Потом, все равно же, мы не знаем, на самом деле, какая будет динамика и процесса движения, и наша учительность. У нас все равно будет какая-то следующая конференция. К ней, возможно, что мы еще что-то поменяем. Но сейчас я бы предложил, наверное, вот такую вот схему. То есть предложить голосовать все равно, то есть список из-за людей, но этот список составит так, что вот, значит, есть те, кто есть сейчас, так сказать, и есть те, кто готов быть выигран сейчас. И возможность действительно такой кооптации вот в таких пределах, как я сказал. Вот мое предложение пока так. Я не понял, на самом деле, по поводу представительства профсоюза, потому что я здесь представляю не себя конкретно одного из них, а целый профсоюз. Как разбивать своих коллег по району, чтобы они там голосовали, мне кажется, может быть. Но при этом каждый может выразить свое мнение, писать ему письмо с корпусом. Как вы видели эту ситуацию, когда мы готовили конференцию? В принципе, вот Игорь уже в значительной степени мысли нашего такого штаба, он озвучил. Значит, у нас с вами сложная структура, да, то есть с одной стороны у нас есть устойчивые общественные профсоюзные политические организации, которые входят в состав штаба, да, и они не могут лишиться представительства, да, потому что за ними тоже есть люди, да, за ними есть определенные интересы. Вот, с другой стороны у нас есть беспартийные волонтеры, активисты, как угодно назовите, которые присоединились в ходе, значит, с июня месяца, в ходе компании «Безербург против» и работали в основном на районном уровне, да, но, естественно, они приходили на общегородские акции. Ну, с учетом такой сложности нам нужно совместить, вот мы будем сейчас, очевидно, выбирать какой-то координационный орган, да, это совет коалиции, да, нам нужно совместить, с одной стороны, представительство этих партий, профсоюзов, организаций, с другой стороны, представительство, ну, вот, районных беспартийных активистов. Как это сделать? Ну, нам видят следы туда таким вот образом, что, наверное, при выборах этого совета мы туда включаем по одному представителю от профсоюзных и подпартийных организаций, которые уже работают и работали в штабе, ну, и еще по одному беспартийному товарищу из района. Вот сложная схема, мне кажется, ну, она более-менее какая-то такая понятная и простая. Ну, если не кто-то товарищ в правоконтакте, то надо. Да, разумеется, составление... Ну, сейчас давайте с диалога, разумеется, составление с тем, чтобы оставить совету, который мы выберем право кооптировать, то есть просто добавлять, да, добавлять тех людей, которые еще пока не определились, да, готовы ли они сегодня работать в этом совете, добавлять представителей от районов, да, если какие-то районы сегодня не будут проголосованы и затронуты, да, выборами, да, добавлять какие-то организации, там, профсоюзные, политические, которые тоже решат присоединяться к работе коалиции. Как вот? Нормально. Есть понимание того, вот этой схемы? Мне кажется, в общем-то, она немножко сложная, но сложная только на первый взгляд. Хорошо, мы уже, в общем-то, как бы пошли по второму кругу обсуждения, поэтому я думаю, что нам надо перейти к голосованию. Значит, голосование у нас сегодня основное, это голосование о создании, о создании социальной коалиции, да, о социальной коалиции, которая будет вести борьбу против, значит, широкого спектра антинародных, антисоциальных, антитрудовых инициатив власти. Всем понятно, у нас о чем мы голосуем? Мы голосуем за создание такой коалиции, которая является, над этим, следствием, логичным продолжением штаба Петербурга против пенсионных. Ну, сейчас борьба за социальные, социально-трудовые права граждан. Я думаю, что это, ну, как бы, самая такая, наиболее широкая, обтекаемая цель, ее можно конкретизировать в программах, в декларациях, да, там, в планах работы. Но, в принципе, всем понятно, да, против чего мы намерены бороться. Хорошо, тогда давайте ставим на голосование, кто за то, чтобы такую социальную коалицию из Атутербурга лучше видеть. Спасибо, прошу опустить. Кто голосует против? Их нет. Выдержался? Кто воздерживается? Один. А, подождите, тогда давайте держим. Кто воздерживается, держите тогда. Вижу, вижу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек, восемь. Восемь человек не удержалось. Остальные за? Остальные за, ну, я думаю, что очевидно, что решение принято как-то. Давайте, мы друг друга поздравим с тем, что вы учитили социальную инвалицию. У меня возник вопрос, который по ходу обсуждения, вот тут в курилках тоже фигурировал, что мы будем сейчас обсуждать вопрос названия этой коалиции, там, не знаю, не нации, да? Я думаю, что это вопрос, может быть, для следующей конференции. А если кого-то не устраивает название социальной коалиции, можно будет потом его поменять. Хорошо, тогда давайте, соответственно, следующий вопрос. Это вопрос у курок совета, да, то есть органа, который будет постоянно действующим, который будет собираться, принимать решения, взаимодействовать с районными штабами, с районными организациями. Но, так сказать, очевидно, орган себя не надо выбирать, да, чтобы он, как бы, ну, продолжал работу штаба, пятизгус-против, в более широком, наверное, там, формате. Значит, я сейчас не буду просто зачитывать списки организаций, которые у нас есть. У нас все организации, которые здесь присутствуют, они знают, да, о своем собственном существовании. И я сейчас, подождите, я свою мысль расскажу, и не составит труда выдвинуть по представителю, да? Раз просто я, наверное, задам вопрос о том, кто готов выдвинуться и работать в этом совете, мы составим этот список, потом решим, я вам, Марину, попрошу тогда, значит, выдвинувшихся товарищей фиксировать, потом мы решим, как мы будем голосовать. Там, списком всех одобрих, да, исходя из того, что мы всем доверяем, вот, или, может быть, будем каждую кандидатуру там обсуждать. Игорь, ты хотел что-то поведению, да? Во-первых, мы вам просто поставили, я считаю, о принципиале. Вам, где, ваше, можно нажимать? Ну, давай полминуты. Если вам про исключение членов правительства, то мы это не будем голосовать. Хорошо. Первый, по поводу ярлыков. Все понятно, что такое франшинство, националисты, что-то объясняют. Россия для русских, как в голове русских фюреров, что-то непонятно. Боны, которые бьют, в том числе и лев, по всех социальных, ну, что-то объясняют. Раз, мигротарианцы, которые бьют социального государства. Тоже что-то непонятно. Все понятно, они вообще против пенсии и так далее. И, наконец, сталинисты. Сталин, который, ну, что же, изгнобил в Гулане, значит, миллионы наших сограждан. Веревал Гитлера в Германии в власти. Ну, и так далее. Сейчас не буду... Нет, я не буду... Соответственно, вот этот вопрос для меня является принципиальным, да? Что, значит, мне говорят, что Сталин оставил Россию, там, с... Вы можете ракумулировать предложение, которое вы хотели бы поставить на голосование. Давай, давай. Голосование следующее. Вопросы на голосование следующее. Почему я голосовал, на чего я воздержался? Потому что вопрос мы поставили изначально. Мы определяем какие-то рамки, где нам ходит, кто попал. Что ты хочешь? Я предлагаю, что в коалиции, это, например, движение, которое организуется без фашистов, без гипертарианцев и без сталинистов. Мы допрашиваем будем? Нет, нет, нет. Ну, человек выдвинул вопрос на голосование, вам проще проголосовать и закончить. Да, 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 да. Проголосование следующее. Проголосование следующее. Проголосование следующее. Все вы... Подождите, дайте я выясню мнение, вы узнал. А все ли отчетливо поняли, что нам предлагает товарищ Оврин? А ты расплавил? Ну, сейчас я... Ну, сейчас я... Он предлагает сейчас принять решение о том, что в состав коалиции у нас не включаются сталинистские, фашистские, либертарианские организации, их представители. Всем понятно? Юра, я правильно понял. Не будем, давайте выстраиваемся. Как проголосуем, так проголосуем. А давайте отдельно. Потому что фашисты и сталинисты, все эти сами понимают. Нет, не оцените. Ну, на этом нет. Представьте, что фашисты против фашистов. Вы знаете, кто в нем предложение спешит, более ровно, верно так. Вот это голосование, сколько... А давайте вынесем на целое предложение, что на прошлой стереогенологии в будущем назначили вообще самый совет. Ну, это в любом случае. Я от себя скажу, что я вообще против всего этого. Вы думаете, на всех фашистов ставьте вопрос, а все остальное... Хорошо. Значит, тогда вообще спал предложение вот в том формате, в котором Юра предложила, да в том формате, в котором мы сейчас это отдельно проголосуем. Значит, кто за предложение, которое было озвучено Юрием Волоком? Кто за? Так, считаем. Три, да? Ну, и пройдем, да? Что беспокоиться в этом формате? Мы сейчас голосуем. Да, кто против предложения, которое внес? Все, против, да? Так, кто воздержался? Не потому что он за фашист. Сейчас мы ваше предложение. Все, спасибо. Теперь вторая популировка до того же самого ограничения. Коалиция без фашистов. Да, правильно? Всем понятно? Давайте ставим. Где у нас фашисты? Причины, значит? А нет. А о чем это? Разбережался. Давайте определить. Я в тюрьму расслабания. Не надо меня перегибать. Мы воздерживаем. Нет. Нет. Завершение принято. Это следующее. Ну, о чем вы спрашиваете, это следующее. Предмет нашего следующего обсуждения. Видимо, мы будем, значит, рассматривать отдельные кандидаты. Почему пути нет? Все. Предложение информатной гоалиции. Идельно-политическая реза закончена, я надеюсь. Остальных фашистов нет. Какие? Я просто столь. Завершение принято. Остальных нет. Фашистов нет. Нет, нет. Все, давай. Не надо. Не надо. Давайте дальше. Так. Теперь переходим к движению кандидатур. Друзья, ну, пожалуйста. Ну, не надо, что нельзя. Дайте спокойно работать. Фашисты подсудите. Вот, если вы хотите, то потом пока еще. Вот, если вы хотите. Уважаемые участники конференции, давайте работать. Мы решим все вопросы, я вас уверен. И никто не уйдет неудовлетворением. Друзья, так, переходим к движению кандидатур в состав Совета Коалиции. Напоминаю, что это представители партий, профсоюзов, организаций и район. Только нам работщики и рыб, девушек, так поцентр. И не надо. Я думаю, что мы беспителю от работы. Дай мне. Вообще, я считаю, что лучше сначала списку на других состав штаба, который уже был. Это бы сэкономило и наше время. Ну, раз ведущий нас вот по этому пути повел, я, например, оригинальное отделение Левого фронта Наталью Владовскую, вот она представится вам. Вы ее помните по митингу, она сказала, с сентября очень полно. Она участвовала в последних поседаниях штаба. И мы ее рекомендуем в составе Коалиционного совета. Так, хорошо, предложение по тому, чтобы просто нам сейчас автоматом включить представителей всех организаций, которые были уже в штабе. Оно ни у кого не вызывает возражения? Может быть, какое-то недоверие, да? Записанное будущее. Можно сказать, что у нас не упоминали? Давайте я просто оглашу. Оглашу. Да, я оглашу. Сейчас список, да. Значит, да, может быть, кто-то, у кого-то появятся отводы, например, фашисткости и чего-то подобного еще. Значит, движение «Гравитанская солиданность». Да, вот представитель сегодня с докладом выступал. Ну, для того, чтобы вы видели, он был в Севиче. Значит, левый блок. Вячеслава там представляет. Значит, левтфем. Где наши феминистки? Они не выдержали. Была, да, была, была. Значит, марксистская тенденция. И представитель тоже сегодня с докладом выступал. Объединение перевозчиков России. Это наши дальнопои. Их сегодня почему-то нету. Вот, но они очень активно тоже работали в штабе. Объединенная феминистическая партия. Она тоже здесь присутствует, в том числе и в Майдумфице. Профсоюз журналистов. Юрий Звягин был с нами до последнего. Сейчас он вот ушел по занятости. Профсоюз наземных служб работников аэропорта Пулкова. Вот. Это наши, так сказать, летчики. Они тоже в штабе. Есть, а сегодня их почему-то нет. Или рачики? Они не летчики, да. Они наземные службы, да, совершенно верно. Значит, это профсоюз выбора, международный профсоюз рабочей ассоциации. Алексей Эдманов, я думаю, все знают. Он выступал неоднократно на дизель. Профсоюз «Университетская солидарность» СМАРИН, это рядом со мной. Профсоюз «Учитель» Михаил Михайлович Чапальев. Он нас учил сегодня, да, пожалуйста. Рабочая платформа Ситни Николаевна здесь тоже с нами связана. Реп-альтернатива товарищи сидят. Значит, традиционная рабочая партия выступала в Лёшках представительских. Российский профсоюз «Докеров». Отзора нет, да, но они тоже в штабе работают. Российский профсоюз «Моряков». Об их докладе специально Артём Алексеевка докладывал. Они, значит, нам очень здорово помогали финансовым. Значит, российское социалистическое движение. Тоже вот Артём с финансовым докладом сегодня выступал. Так, стала демократическая фракция партии «Яблок» и Совет демократических социалистов. Это наш Киртолим и Юрьев. Ну, это две организации. Просто вот сегодня идиот. Давайте так. Значит, вот организациям, о которых мы сейчас сказали, этот список мы огромный огласили. К ним есть какие-то вопросы отводы к этим организациям? Профсоюз действий. А, профсоюз действий. Я прошу прощения. Ну, почему-то у вас нету в списке, хотя мы знаем, что вы с нами. Внеси мне в список, пожалуйста. Да, РКРП. Все, я прошу прощения. Больше никого нет? Больше никого нет. Так, персонально знают организации, кто их представляет? Или представляет что-то? Персонально знают, да. Я думаю, что мы оставим за них право своего представителя заменять. Мало ли человек может заболеть. Ну, вот меня, в смысле, беспокоит вопрос о том, что один человек представляет периодически. Две организации. В этом есть какой-то элемент жопренирования. Например, РКРП может добавить как СМБ, и кто же, вот товарищи, будет голосовать двумя руками. Ну, я думаю, просто бардак какой-то. Ну, там есть Тимур еще. Один человек, один человек. Я всем благодарю вам, который вопрос постоянно извлекает. Тимур, который представляет СССР, я бы сегодня заболела. Еще есть вопросы. Дальше, это две разные организации. Там и СССР, не знаю, как социал-демократы представляют. А это причины трех человек это составляет. И вот это постоянно вопрос, который он дымает в долбах. Нет, ясно. Ну, Иван, ты расстаиваешь на том, что взаимодействуем и голосовать этот вопрос? Мне кажется, что, в принципе, ни один человек не должен поднимать две руки во время голосования. Это выглядит как, ну, на лечении поручить. Сейчас мы им заглавим, а в людей выбираем. Нет, ну сейчас мы голосуем, нет, ну сейчас мы давайте договоримся. Конечно, каждый голосует, да, одним голосом, да, иначе начнется у нас, ну, поверьте, это не сильно повлияет на итоги. То, что вы там воружетесь с тебя карточками вместо одной, я думаю, у нас не будет. Так, мы доверяем, да, этим организациям, которые в нашем штабе. Доверяем. Теперь, значит, переходим к выдвижению представителей. Да, может быть, мы проголосуем за то, чтобы сохранить старый со штаб в штаб. Не, 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 ну, мы просто сейчас добавим людей. Ну, я уже не буду вторично, добавьте. Да, левый футбол просит добавить своего представительства. Да, она, что она не попала. Ну, это хорошо, что у нас такое богатое представительство организации. Давайте все-таки-то сбить беспартийные товарищи, которые хотят поработать в Совете. Да. Да, значит, как я уже говорил, у нас идея децентрализации, поэтому сейчас, ну, небольшим числом мы не имеем права говорить от лица все эти срочки. Лично я готов участвовать в каких-то любых мероприятиях, помогать вам, как это было перед акцией 16-го числа, мы помогали с распространением каких-то материалов, призывали людей. А, говорите, лица все эти срочки, чтобы безсрочно вступать в коалицию, это надо нам обсуждать всем. Прокращение, может быть, не дай мне, что вы здесь делаете себе, а потом уже в рабочем порядке... Ну, я хотел обменяться с вами какими-то контактами, то есть я могу лично сам поддерживать там, Предлагайте, да, то есть только с кем мне отменяться контактами, как... Ну, вовременность, да, конечно, давайте районные активисты, просыпайтесь, кто готов тянуть вместе с нами, со всеми граммами, будет совсем плохо, если мы сегодня... Давайте, вовременность, ну, давайте районные просто, районы просто вызывайте, люди будут укрепаться... Ну, может быть, да, может быть, может быть... Ну, давайте попробуем, да, мы не будем никого на реакцию... Я в таком виде, в каком-то записал, да, значит, от Косносельского района, кто-то хочет выглянуть из спортивных товарищей... Никого. От Кировского. Никого. Какая же праздничная картина. Московский район. Ну, Юра, ну, ты и так нас уже представил. От Колпина. Центрального района. Нет. От Кировского. Ну, мне кажется, я просто, когда я приехала, что я должна буду делать? Да. От Кировского. Нет. От Кировского. Здесь, кстати, звучало предложение. Значит, в течение двух недель, чтобы тогда сама рекомендовать, может быть, в течение двух недель или какого-то другого срока, районным организациям собраться и выдвинуть своих представителей. Потому что, действительно, сейчас они, видимо, просто не готовы. Правильно? Конечно. Я же, слушай, я вот одна, получается, от Васильевского, но я же не одна там. Вы не одна. Вы не одна. Тогда мы можем просто принципиально отметить, что присоединяются представители районных организаций. Да. И рекомендовать и привести. Ну, это меня не очень, конечно, радует такой формат, но тем не менее. Значит, немножко люди оказались чуть-чуть не готовы. Будут надеяться, что они будут готовы в течение, там, ближайшего месяца провести собрание в районах и определить своих представителей. Да, Иван. Мне кажется, что всё-таки, если кто-то хочет из районов... Знаете, вас можно же переизбрать, район вас может переизбрать. Нет никакой проблемы. Я ещё никто не выбирал. Это неважно. Это не важно. Это не просто проект инициатива сейчас. Кто из этих партий вообще из районов, где заопишился... Это будет... Это же не значит, что, понимаете, люди могут потом, ну, поменять. Но просто это очень важно, потому что мы будем знать, к кому обратиться, ну, по поводу... По поводу... Понятно, по какому поводу. По закону. По закону. Давай, Кирилл, меня... Поэтому я думаю, что это делается всё-таки, по один из всех. Открикнуться и вступить в комитет. Стань, Кирилл. Что это делается? Да. Да. Ну, я хотел, товарищи, вот что пояснить. Мне кажется, так мало людей отчасти от того, что просто люди в районе не понимают, как бы, чем им придётся там заниматься. То есть мы предлагаем избраться в какой-то непонятно куда, и делать непонятно что. Что нужно будет делать в районе? Мы выбираем человека от района, который будет своим человеком в штабе, грубо говоря. У вас проходит собрание на районе, вы всегда знаете, что происходит. Вы участвуете в обсуждениях штаба, вы можете ходить на собрание штаба, там принимать решения. То есть раньше у нас есть координаты, в каждом районе координатор эту функцию выполняет. Мы бы хотели, чтобы кроме координаторов были люди в районах, которые тоже этим занимаются. Помогают как-то организоваться, помогают распространить агитацию, если мы занимаемся агитацией, помогают участвовать в принятии решений. То есть, грубо говоря, проходит собрание, мы всех людей обмещаем, люди из района приходят и тоже там голосуют. Не 10 организаций, типа пришли и все решили, а вот вы лично пришли и тоже в этом поучаствовали. Я скажу, за какое-то действие. Я против. Или у меня есть такая идея. Так что, если у вас есть какие-то идеи, например, да, или если вы просто хотите помочь общему этому движению, да, чтобы это не останавливалось и развивалось дальше, да, и вот прямо сейчас готово. Так что выдвигайтесь, пожалуйста, от того района, в котором вы забазировали, да. А еще людей, которые, как бы, найдутся потом, мы тоже включим, конечно. Просто чем больше сейчас людей включатся, тем будет лучше, да, и... Пушкинский район, да? Как зовут у вас? Стальник Юлия. И что, у вас уже один человек. Да, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, как я с удовольствием. Я, как и был, координатором выбросов района и являлся, ну, по сути, уже спортивным в этом плане. По сути, я испарился. Вы тоже можете, мне можно сказать. Можно, можно. Вы представляете. Я, как и был, координатором, я записывал. Я записывал. Слово. Отлично. Я сейчас уже немножко три, и уже, да, да. Сейчас у нас уже борьбался, без толпой идет. Ну, кто-то и один запишется. Коварищи? Коварищи. А тебя? Как у тебя, я не могу запишется. Калининского, да. А нас уже другой. Игорь Марыгин. Калининский район. Вот еще. .. Вырежет. Вpad. Я занимаюсь? П Grayб, завтра. Я не имею в виду спорта. П Grayб, сприйский доказательный. Провокативный номер ну я хочу курить! Штрchten! Не волнуйтесь, мы, если что, всех партийных и беспартийных заменим. Еще желающих? Нет. Ну что, тогда, значит, да, я думаю, надо проголосовать списком, значит, если у нас нет конкретных возражений к трех товарищам, которые выберут. Нет, давайте тогда, значит, список организаций надо по-новому озвучить? Еще раз, трех человек, зайдите, пожалуйста, которые выберутся. Добавляем, Пушкинский район, представитель Пушкинского района, Статник Юля, представитель Выборского района, Шайтуров, Леонид, Галининского района, Фарыгин, Игорь. Спасибо. Так, ну что, будем голосовать списком, без отходов, как есть списком? Давайте, кто за предложенный список? Спасибо. Кто голосовал против меня? Кто выдержался? Давайте посчитаем выдержавшихся. Пять? Шесть, по-моему. Давайте поздравим, товарищи Катурский район. Собственно говоря, программу видим, конференции не выполнены. Если есть необходимость организовать пункты разные, минут максимум на десять. Может быть, с какими-то интересными объявлениями, пожеланиями, короткими. Ну, на десять минут мы готовы. Пожалуйста. Я думаю, что, в первую очередь, надо определиться, когда будет ближайшее заседание штаба. Наверное, чтобы мы не расколаживались, потому что конференцию провели, а дальше что? Давайте назначим уже ближайший сбор мероприятия. А в порядке информации, как знаете, что, ну, это, конечно, в виде разных взглядов, но кого это интересует. 25 лет прошло с момента расстрела Дома Советов. Мы проводим, ЛКРП проводим ежегодно мероприятия по этому поводу. В этом году нам, опять же, впервые отказали на массовом поле, да, то есть предложили уделенный парк. Мы, естественно, на это не согласны. Будем проводить серию одиночных пикетов на Лесском проспекте. Кто хочет подключиться, вот, подключайтесь, будем проводить мероприятия. Потому что, тем более, юбилей, 25 лет. Это когда, что это время? 3 октября, 18 часов. Вас информирует о том, что это будет пикет? В каком пикете ходит? Хочет кто-то принять участие? В принципе, все, да, ну, спасибо. Так, еще желающие выступить, дать мнение Александровичу. Я не знаю, когда будет следующее заседание, но время быстро летит. Все-таки 7 октября будет много организаций, левых, профсоюзных. Я думаю, что в корице понадобится быть там представлены, показаться, если вы, вот, со временем. Ничего. Да, пожалуйста. Вот вы как-то здесь, не знаю, предлагали в течение двух недель провести собрание по району. Вот тоже ограничить, наверное, все, все, чтобы провести собрание. Ну, давайте две недели, это может быть очень юридичный срок. Ну, месяц, да. За месяц уж точно, я думаю, собраться смогут все районы. Уважаемые участники конференции, вот есть вещи, которые раздражают до безобразия. Мы должны научиться себя уважать. Как мы можем оставить право, если мы друг друга не уважаем? Понимаете? Понимаете? Хочется, что-то высказать? Взял на бумажку, напиши. Товарищ прочитал, понял, о чем речь. Люди выступают, мы начинаем говорить друг с дружкой. Это человеческое неуважение друг к другу. Если мы этого не преодолеем, то мы ничего не достигнем. Мы переругаемся, в конце концов. Я наставительно прошу. Пожалуйста, если мы что-то решаем, то мы думаем обо всех здесь присутствующих. А не только о том, что меня в данный момент больше всего грызет. Спасибо. Спасибо. Продолжение. Да, да. Продолжение. В каком плане, когда мы будем на эти конференции, а через 2 раз проходим я, то на эти конференции на первых порах, по крайней мере, пока еще не сформировалась как профессиональная структура, пусть приходят всякие, кто, допустим, хочет. Ну, конечно же. Мы всегда, кстати, мы все собрания проводим в открытом формате, в общем-то. Ну, может быть, за исключением нескольких табуированных личностей. Это позволяет, правильно? Вот. Их здесь нет в этом зале, да. Вот. Они как бы не по идеологическому признаку, а просто люди-провокаторы, не конструктивные негодяи. Вот. Но таких силовий нет. А так, мы вообще, конечно, всегда открыты. Еще какие-то мысли, пожелания, объявления, добавления, да, и... Ну, по поводу муниципальных выборов. Вот. В понедельник будет стена, провалиться с вашими качествами в яблоке. А кто хочет в это тело погрузиться, по поводу муниципальных, то приглашаю, а наш полерный финансовый. Спасибо. Я думаю, что, кстати, в рабочем формате нам нужно будет решить вопрос о добавлении товарищей, которые присоединили в совет, да, добавить там наше рассылочное ресурс. Я думаю, это не слезо, например, человек, он в рабочем порядке. В рабочем порядке. Все же у нас подписаны на паблик «Петербург против». Все против, особенно в ВКонтакте, да? Я надеюсь. Все следят за новостями, да, и так далее. А еще надо будет подумать, как у меня подыминовать, оставить, чтобы еще... Какие еще есть мысли, политические замечания, может быть, кто хочет высказаться и сказать, что он совсем категорически не согласен. Как будет учеба организована? Учеба? Да. Агитация, ну... Ну, Игорь, ты же сейчас только что у нас избрался в совет, то есть в органы, который определяет деятельность традиции. Вот как ты предложишь, так, собственно, и организуем учебу. Да, да, да. А взаимодействие совета как будет происходить? Я понимаю, что в интернете было собраем. Я не подключил. Ну, вот я как раз об этом сказал. У нас есть несколько ресурсов внутренних, туда входят представители организации, члены штаба. Мы просто включим, туда включим трех человек, которых мы сегодня избрали, включим в эти рассылки, в эти ресурсы. Да, представители действия. Действия наши, мы были в курсе. Да, точно помню, это не будет. Но я вас... Пояси, как бы, да. То есть, ну, задачи, которые, если так коротко суммировать, задачи у нас на ближайшую перспективу какие-то. Значит, во-первых, нам надо, естественно, выпустить пресс-релиз, я думаю, обязательно по итогам сегодняшней конференции. Это некое событие для городской жизни, мы такой пресс-релиз подготовим. Вот. Второе, значит, мы поставили задачу в течение месяца собрать все наши районные группы, да, для того, чтобы активизировать их работу. Ну и, собственно говоря, следите за нашим пабликом ВКонтакте, я думаю, что благодаря усилиям, значит, нашего сегодняшнего видеооператора появятся материалы сегодняшней конференции. Спасибо. 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 Спасибо.